Воскресный день начался сегодня с посещения литургии в церкви Александра Невского, что находится в Роттердаме, недалеко от центрального вокзала и Эразмус-Бруха, то бишь моста Эразмуса. Вот там у нас виднеется небольшая часть Билгсхафена с позади стоящей евромачтой. Вот вы меня спросите, кто такой или почему все здания, мосты и там я не знаю что еще, всякая архитектурная дребедень в Роттердаме называется Эразмус. Отвечу я вам легко, если вы меня спросите. Эразмус это был философ, который был родом из Роттердама. Под мостом вот такая стояночка организована, везде все пространство задействовано. Вот выезжаем, здесь вам пишут, пожалуйста, на голландском спасибо и до свидания. Мой голландский bedank en todsins. Пожалуйста, он уже почти перфект. Если что, обращайтесь. Ну вот он на берегах величественного масса Роттердам. Вон даже чайка подпевает, визит. Так вот, мост Эразмуса. Вот такой вот красивый. По специальному проекту. Блин, забыл фамилию этого архитектора, но явно не Рема Кохоса. Хотя первого узнают. Ладно, вот смотрим на здание. Здание обалденное. Такая, как бы, в некотором роде абстрактная архитектура. И все, что касается Роттердама, почему много ломаных линий в этом городе. Это все связано с историей. В 40-м году Роттердам был полностью стерт с лица, центр, по крайней мере, с лица земли. Немецкими бомбардировщиками. Это стоило голландцам того, чтобы Амстердам остался в целости и сохранности. В общем, все эти ломаные линия, кубики, какие-то выступающие линии. Это все связано. Или наклонные здания. Или все это связано с историей Роттердама. И все памятники, скульптуры также. А вот проезжает ватер-такси, которое стоит, по-моему, 7 или 8 евро. Мне нравится гулять всегда по этому музейному попоту. Сегодня мне удалось заглянуть внутрь пару судов. Одно судно вот этого Анчхе. Это вообще с мега паровой судно. Круто вообще. Такая весь антураж такой реальный. Все очень круто. Плюс там интерактивные... Ну, видеоинсталляции с интерактивными... То есть, как бы, ну, видео и там кнопка красная. Вот. Соответственно, там сидели голландцы с детьми. И когда видео заканчивалось, предлагается, как бы, нажать кнопку. И детям интересно всегда нажать кнопку, чтобы продолжить просмотр следующего видео. Очень круто. У голландцев всегда такие вот такие интерактивные штучки. Очень прикольно. То есть, как бы, везде какая-то присутствует такая некая доля свободы. То есть, как бы, ну... То есть, и соучастие в выставке. Вот. Порт офигенный. Круто. Вот. А сейчас идем к этому. Здесь вот в 20 шагах. Скульптура, которая также связана с историей этого города. Такой человек уродливый. С дыркой в теле. Ноги у него, безусловно, кривые. Все очень искажено. Ужасы войны его, этого человека, изуродовали. Вот. Мы видим, что он, в общем-то, руками... Его руки обращены к небу. И, в общем-то, и взгляд тоже. То есть, он как будто... С одной стороны, ну, это можно амбивалентно понимать, эту скульптуру. С одной стороны, можно это понимать, как огония умирающего под бомбой человека, Который обращается к Богу. Либо более примитивно. Это как бы человек, который... Умирающий человек уже с изуродованным телом, который пытается... С руки вытягивает и пытается, как бы, поймать бомбу, чтобы она не взорвалась или принять удар на себя. В принципе, можно и так это трактовать, более примитивно. Вот. Ну и вот от этого и скульптуры у нас виден порт. Панорама зданий на берегу Моаса. Очень, очень все живописно и рационально. Такой стрит-арт. Уличная скульптура. Сооруженная из, как бы, из бочек и людей в виде таких вытекающих масляных капель или что-то в этом духе. То есть, как бы, я думаю, это связано или имеет какой-то контекст токсичности или загрязнение окружающей среды. Вот. Ну, вот такой, как бы, стрит-арт представлен на улицах Роттердама. Достаточно, с одной стороны, отталкивающая, с другой стороны, это, на самом деле, актуальность. Сейчас двигаем на Авито-Дэвид Штрат. Это такая улица для художников, богемы, в общем, для тусовщиков. Вечером здесь открыты куча, куча баров. Все тусят, развлекаются, сидят, разговаривают. Вот. В общем, жизнь кипит. Ну, сейчас ее немного покажем. Может, вечером получится достать с подсветкой в иллюминации, что достаточно круто выглядит. Вот. Там какая-то цитата Инди Орхола. Вот. Это у нас, видимо, какой-то... Что там у нас? То ли магаз, бутик, то ли что-то в этом духе. Отель с названием Базар. Ну, вот. Все достаточно лаконично просто и со вкусом. Очень круто. Это очень... Вот у нас голландки, пожалуйста. Фрик стайл. Вышли с путига эпизод. Любители амбаров могу посоветовать данное заведение, которое не указано ни в одном путеводителе, ни в одном гиде по Роттердаму. Называется она Тикис, сейчас она закрыта, но достаточно популярная среди у местного населения. Ну и, конечно, как же не прийти в скейт-парк, в общем, в скейт-парк Роттердама и не заценить, что здесь вообще происходит и как это сделано. Продолжение следует...